В Караганде в среднем ежедневно появляется на свет более 10 новорожденных. В год это более 4 тысяч родов. Но эти данные с каждым годом уменьшаются. Причина этому плохая экология, призналась Карлагаш Майжаканова. Уже 34 года акушер-гинеколог помогает мамам родить здоровых малышей. Свою трудовую деятельность Карлагаш Майжаканова начала в 1975 году в Садпаеве, где проработала 4 года. В 1984 году, переехав в Караганду, продолжила карьеру в городском родильном доме. На сегодняшний день является заведующим вторым физиологическим отделением. Работала во всех отделениях, заведовала родильным залом, вторым физиологическим отделением. Во всех отделениях проработала. Сейчас я работаю во второй физиологии, заведующей отделением. Вот вы сказали, что во всех отделениях. Именно здесь вам понравилось? Больше всего мне нравится родильный зал. Почему? Потому что там работа, там женщины приходят, рожают, понимаете, очень большая ответственность. Отвечаем за ребенка, за маму, чтобы роды проходили хорошо. Там в действительности работа. Поэтому родильный зал, я там 10 лет отработала. Ветеран здравоохранения призналась, что принять роды – это малая часть работы. Моральная поддержка рожениц также является серьезной составляющей. Разговариваем, уговариваем, сажаем на вот эти мячики, они у нас прыгают на мячики, психологически настраиваем. Потом настраиваем, как нужно будет рожать, что нужно делать. Все-все это мы рассказываем. И я, и акушерки. Акушерки постоянно бывают возле этих женщин. Смотрят за схватками. И учат, как нужно родить этого ребенка. В любых родах. Заведующее отделением уже с 8 утра находится на рабочем месте. В течение месяца у Карл Гашмайжакана бывают около 7-8 дежурств. Как и во всех больницах, при родах присутствует целая команда специалистов. У нас есть акушерки, санитарка, акушерка и потом врач. Вот эти вот три человека, три человека отвечают за роды. И вот это вот называется, знаете, команда. Не группа, а команда. И вот от этой команды зависит очень много. В родах не только от врача, больше всего зависит еще от акушерки, от ее рук. В основном у нас очень хорошие акушерки. Потому что как провести эти роды, чтобы не было разрыва, чтобы ребенок хороший родился, все это прочее. Вот такая вот команда у нас существует. Карл Гашмайжаканова уже в пенсионном возрасте. Ей 70 лет. Несмотря на долгий срок работы в медицине, доктор не перестает любить свою работу. Секрет любой работы, секрет в том, что надо любить свою работу. Если не будешь любить свою работу, особенно в нашей работе, в нашей работе невозможно работать.